Господин Рот, он вот такой крайний, либеральный, зеленый политик, хотя он в СДПГ, в социал-демократической партии, в партии Шольца. Но он вот всегда выступает с такими фундаменталистическими идеями, сохраняя ценности, плавать человека и так далее. Это его политика, это его, как говорится, конек во многом. Его линия не всегда совпадает с линией канцлера, скорее его линия совпадает с позицией госпожи Бербок, которая зеленая в министерстве иностранных дел, он же штат-секретарь, фактически заместитель министра иностранных дел. Поэтому это высказывание, это, конечно, он достаточно статусный человек, но это не то, что он здесь высказывает, не обязательно является позицией канцлера. Я думаю, что по-прежнему в немецком правительстве все сходятся, во всяком случае, в большинстве, в социал-демократической партии, правящей партии. В первую очередь, кририсет сотрудничества с Азербайджаном — это ресурсы, это получать оттуда природный газ, потому что нужно заменить каким-то образом отсутствие российских поставок. Но в то же самое время, да, как вы видите, Германия тоже, в свою очередь, задействована очень активно в поисках мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Тоже абсолютно так. Поэтому тоже нельзя сказать, что двоякая цель — это тоже остается дальше цель политики. Насколько одно и другое можно сейчас объединить или поставить в какие-то такие условия, что и только если, то тогда. Я думаю, что это скорее не обыскало мнение господина Рота. Это, как я уже сказал, не обязательно позиция Шольца. Я думаю, что Германия исходит из того, что мирное соглашение будет в любом случае. Это вопрос времени. Во всяком случае, я не слышал ни от кого, который тут сомневается, что это будет подписано. Но Германия же не является... Она поддерживает это соглашение, но она же не является архитектором этих договоренностей. Вы же видите, что Германия признала, во всяком случае, за Азербайджану на гордых рабах. И в связи с этим есть надежда, что ситуация просто стабилизируется, успокоится после подписания этого мирного договора. Боится экономической потери. Я так скажу. В Германии есть тоже фрагматизм. Причем нельзя забывать то, что происходит в обществе. В такие тут лоббиры, в лоббийские группы и так далее. Здесь, во Франции, очень сильное армянское лобби известно. Там так получилось, что после войны там очень много армян оказалось в Париже. И они создали там прочную политическую диаструю, которой, конечно, зависит тоже сам президент и политика Франции. А в Германии этого нет. В Германии, скорее, я бы сказал бы, если так посмотреть, скорее, по-мусульманскому лоббию. Это и есть разница между подходами Франции и Германии, я бы сказал. Но это не самое главное. Понимаете, это не самое главное. Это просто побочный такой элемент, побочный такой фактор, который надо считывать.